Спонсор этого видео кворк.ру. Кворк это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Поручите задачи фрилансерам и занимайтесь тем, что действительно важно. Ссылка в описании. Всем здрасте. До нового года осталось меньше недели, но я, например, еще не то, что не всем подарки купил, а с некоторыми даже и не определился, и я думаю, что ваш покорный слуга такой не один. Подводить какие-то итоги года мы не будем. Я просто пройдусь по той технике, которая в 2020 мне запомнилась больше всего, и при этом я могу с чистой совестью рекомендовать ее к покупке. Время подарков, как-никак. С вами Дмитрий Луценко и проект Ferrum.com. Погнали! Начнем мы с достаточно бюджетного способа порадовать своих близких. Наушники, а точнее вушники, а именно True Wireless затычки. Здесь мне хотелось бы вспомнить сразу про две модели. Первые это недавно побывавшие у нас Realme Buds Air Pro. Да, они не идеальны, но за 70 баксов мы получаем и шумодав, и неплохой тюнинг звука, и шесты всякие, и хорошие микрофоны. Красота! Вторые наушники, о которых пойдет речь, стоят плюс-минус столько же, и это Vizor B6. Просто феерически удобные затычки в нетривиальном дизайне. Кейс поддерживает беспроводную зарядку, микрофоны тоже очень хороши. Единственное, что шумодава здесь нет. Но если вам не нравится каноничная внешность а-ля AirPods, рекомендую. Теперь мы будем говорить про фитнес-трекеры. И для начала я вам посоветую Amazfit BPU, обзор которых у нас еще не вышел. Но, как вы видите, я ими уже пользуюсь. По сути, это во многом упрощенные GTS 2-го поколения. Без металлической окантовки, но на новой прошивке и с LCD-экраном. Работают шустро, все надобности простых людей покрывают полностью. По автономности это, конечно, BPU первого поколения не ровня. Но и экран здесь на голову выше. Цена вопроса 56 баксов. Из вариантов подороже да попрестижнее на ум приходят GTS, которые первые. Потому что цветов масса. Шухош есть. А вторые локально есть только черные. И они дороже BPU в три раза. А первое поколение всего-то в два. Для любителей милитаристиля за 135 зеленых имеются Тирексы, которые, надеюсь, когда-то я опять надену на свое запястье. Потому что я очень люблю эти часы. Но это уже после BPU в новых GTR-ов и еще пары продуктов Майсфит, которые ждут своего обзора. Я знаю, вы хотите услышать про смартфоны. Окей, давайте поговорим и о них. В бюджетном классе рулят несколько компаний. Ну, одну из них кривой софт. Впрочем, это не помешало Xiaomi выпустить аппарат, от которого у Сережи не начались приступы нецензурной брани. Это Redmi 9C NFC. Последняя аббревиатура в его названии это главная фишка смартфона. Потому как китайцы наконец-то сломали правила, гласящие, что владельцы Uber-бюджетников должны дальше доставать кредитки из кармана. 120 баксов, дамы и господа. И тут я вспомнил про один смартфон, который сейчас по месту можно взять еще и дешевле. Только он на Helio G70, а не G35. И прошивка в нем ровнее. И хранилища больше. И NFC, естественно, тоже есть. В общем, тупо лучше и дешевле. Realme C3 называется. Когда акции закончатся, будет на 15 долларов дороже, но это тоже несущественно, я считаю. Важно! NFC есть только в старшей версии на 64 гигабайта. Аттракцион щедрости от Realme, насколько нам известно, продлится в Украине до 10 января. Для тех, кому надо закинуть под елку кучу подарков для друзей, напомню, что такие вещи, как Powerbank, нужны всем. Многие не откажутся от беспроводной зарядки. А у кого-то в машине держатель под мобилку уже по швам трещит. Из него пластиковая стружка сыпется. Все эти полезные мелочи, а также много чего другого, есть у наших друзей в uki.com.ua. Ссылочку в описании мы, конечно же, оставим. В рубрике «А это вообще легально?» у нас побеждает Poco M3. 150 баксов за батарею на 6000 махов и 662-й Snapdragon? Дайте два! Ну, это так кажется. Надеюсь, руки до него дойдут, и аппарат оправдает ожидания. Королями среднего класса я в этом году считаю, опять-таки, смартфоны Realme. А именно, 6 Pro и 7 Pro. Первый отдают за 240, а второй за 300 долларов. Они построены на одном и том же железе, но у шестерки быстрый IPS-экран, а у семерки AMOLED, под которым живет сканер пальца. Шестерка пестрее и красивее. У нее стеклянный задник, у семерки пластиковый, но зато зарядник здесь на 65 ватт, а у 6 Pro на 30. Определяйте, что вам важнее и делайте выбор. Давайте немного отвлечемся на мое любимое. Наушнички. В этот раз дорогие и проводные. DUNA DK2001 стоит 340 баксов, но они очень хороши. Отличная эргономика, безупречная сборка, фирменный кабель со сменными штекерами и звук, который двумя словами не описать. Обзор есть. Если я сумел вас заинтриговать, го смотреть. Ссылка в описании, конечно же, имеется. Ну и еще одно блиц-напоминание. Sony делают лучшие наушники с активным шумодавом на рынке. Вам может не нравиться их дизайн, звук кому-то покажется избыточно мягким и теплым, но шумодав здесь кится и спорить тут не о чем. В этом году они выпустили 1000X Mark IV, 350 баксов за них хотят, но Mark III, если что, новые купить можно легко и много где, они стоят заметно дешевле. Вы опять смартфоны хотите? Хорошо, будут вам смартфоны. За 425 долларов можно взять Xiaomi Mi 10T. Да, я знаю, что я хейтер с алями и считаю их читерами, но за, напоминаю, 425 долларов мы получаем. Топовый Snapdragon, 144 герцовый IPS-экран, быструю зарядку на 33 ватта, батарейку на 5К махов, ведро памяти и, как минимум, не самые паршивые камеры. Ну и как с этим вообще можно, б***ь, конкурировать? На самом деле можно и скоро мы обязательно к этому вопросу вернемся. За эти же деньги, но изящнее, с точно более причесанным ПО, AMOLED-экраном, но, к сожалению, уже прошлогодним флагманским железом, есть все еще продающиеся Realme X2 Pro. С этой модели началось наше знакомство с брендом и, откровенно говоря, это все еще один из лучших смартфонов компании, который мне доводилось держать в руках. Докидываем еще 50 долларов и покупаем не что-то там азиатское, а айфон. Да, в угрюмом дизайне, да, без автономности, но айфон новый, с магазина, с гарантией. Называется он iPhone SE 2020, это, как говорил классик клубок компромиссов, где главным и неоспоримым достоинством является то, что это, еще раз акцентирую внимание, айфон на топовом чипе, который точно будут обновлять черт знает сколько и на котором работает все, чем Apple окружили свои смартфоны. Начиная от наушников или часов и заканчивая связкой с планшетами или компьютерами. Дальше мы поговорим про лайты от Samsung, а именно S10 Lite и Note 10 Lite. По цене они плавают в той же кастрюле, что и прошлые два смартфона. У первого на европейском рынке есть уникальная привилегия, это Samsung не на Exynos. А второй дарит за небольшие деньги экспириенс от практически полнофункционального пера S Pen, которому обрезали только самые новые вторичные фишки. Сейчас на них цена сильно упала и как для смартфонов Samsung не стоит неприлично соблазнительных денег. Ценовой сегмент повыше, я считаю ни рыбой, ни мясом. Субфлагманские устройства за 650-700 баксов, это все конечно очень замечательно. Но за такие деньги покупать аппарат в пластике, в лучшем случае на 765 снэпе и при этом еще с горой других ужимок, но в то время, когда есть, ну вот совсем почти флагманы под названием OnePlus 8 за 530, под названием Mi 10T за 425. Или например есть брат акробат восьмерки, который официально не купишь, но тем не менее его можно приобрести. Называется он Realme X50 Pro 5G, стоит 300, 40, зеленых. И это именно он макает вкрыто с, пускай будет шоколадным ликером Mi 10T, потому как предлагает топовый чип еще на 80 баксов дешевле. В общем вы поняли, ну их в баню эти субфлагманы. Переходим к ягодкам, и все те, кто ждали, когда уже Дима начнет заливать про свой сраный OnePlus, знайте, этот MiG настал. 8 Pro я на момент покупки считал очень грамотным балансом характеристик, подкрепленным отличным софтом. По поводу прошивки я погорячился, но во всем остальном мнение мое сохранилось до сих пор. В нем очень хорошие флагманские камеры на 48 мегапикселей каждая, что для оберширика действительно важно и нужно. Здесь отличный AMOLED экран, быстрое железо, достаточно быстрая зарядка и нет всякой маловостребованной лабуды. Вроде телефото камер с лютым приближением выезжающих фронталок, датчиков влажности носа собаки и так далее. Единственная бестолковая фигня, которую сюда втулили, и она все еще бесит, это загнутый экран. В остальном минимум лишнего и максимум нужного в качественной обертке за не сильно конские деньги, а именно 760 долларов. Из очень хорошего топового мне на ум приходит, естественно, iPhone. И 12-ку я до сих пор считаю самым грамотным апгрейдом и самой здравой покупкой среди всех новых яблок. OLED экрана вытеснили хромые IPS, которые мы видели в XR и X11. Добавляем сюда новую основную камеру, форм-фактор, которая подойдет большинству современных юзеров смартфонов, алюминиевые ребра, которые практичнее стальных и приятную гамму цветов. Стартует аппарат с отметки в 880 долларов, что для свежака от Apple не так уж и много. Ну и под конец мне хотелось бы напомнить, что эта подборка во многом субъективна, в ней не учитывается ваше личное предпочтение. Я не знаю всех ваших хотелок и так далее. Когда мне нужно выбрать товар по каким-то конкретным критериям, я зачастую пользуюсь Е-каталоги. Зрители стримов Шопоголика это подтвердят. Здесь можно при помощи достаточно большого количества по уму составленных фильтров сильно сузить круг обзора и за считанные минуты выбрать нужный смартфон из пары-тройки вариантов, да и увидеть где он продается и почем. На этом у нас все. Спасибо всем, кто в этом году нас поддерживал и в частности состоит в нашей общине на Патреоне. Для тех, кто не состоит и не в курсе, я сообщаю, что эти люди, они получают не только вот такое вот упоминание в лице доски почета в роликах, они получают еще и дополнительный контент, ну и плюс возможность иметь с нами быструю связь через Дискорд-сообщество, где очень много веселых и забавных людей, и там на самом-то деле жизнь течет даже тогда, когда у нас с Сережей не хватает времени уделять Дискорду внимание. На этом у меня уже прям совсем точно все. Линки на очень много чего полезного, в частности на Патреон, есть в описании данного ролика. Спасибо всем, кто смотрел, не забывайте тыкать лайки и делиться этим видео, это для нас правда очень-очень важно. До новых встреч, пока!